В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнор Жакен. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Пострадавшим от пожара жителям улицы Литейная, 48, нужна помощь. Они нуждаются в материальной и любой иной поддержке. Сколько стоят места на мусульманском кладбище? В поселке Доске и жителям предлагают покупать места для захоронения. Обо всем по порядку. В поселке Доске и Карагандинской области жителям предлагают покупать места на мусульманском кладбище. Стоимость участка земли под могилу 70 тысяч тенге. Люди возмущены такими торгами, ведь раньше места были бесплатными. У Акима поселка на этот счет свое мнение. Ситуацией разбиралась Аймамрина. Всех 7 тысяч тенге. Раньше я сам занимался уборкой территории кладбища два раза в год. У меня была бригада, которая копала могилы. Мы не продавали землю. Собирали только на поддержание состояния кладбища. На это у меня есть разрешение с юстицией. Но недавно в мае сюда приехали чиновники из области. Они сказали, что продадут кладбище. Продажа могил – постыдное дело. Такие решения Акимат не должен принимать самостоятельно. Нужно было сначала с людьми посоветоваться. Это кощунство. В Казахстане не должно быть такого безобразия. Аким поселка Доский Дархан Джакоббеков продажу мусульманского кладбища отрицает. С его слов, 8 гектаров земли, на котором расположено кладбище, сдали в аренду товарищество с ограниченной ответственностью, которое будет заниматься похоронными процедурами. Они не будут продавать участки под могилы, а лишь должны следить за благоустройством кладбища и его территории. Жалобы жителей чиновник назвал беспочвенными. В Акимат поступило заявление о том, чтобы отдать это кладбище в аренду предпринимателю, который занимается похоронными процедурами. Причина – бесхостность участка. Раньше жители копали и хоронили там, где хотели. Территория кладбища растянулась почти до села. Такого быть не должно. А арендаторы обязуются взять это место под контроль и регулировать эти вопросы. При этом продавать земли они не будут. Возмущение жителей села можно понять. Похоронные процедуры, касаемые поминок, и так требуют немалых трат. Бьют по карману. А у социально незащищенных слоев населения денег на приобретение земли для захоронения и вовсе нет. Жители намерены отстаивать свои позиции. При необходимости будут жаловаться вышестоящие инстанции. Аймам Ренажа Суам Акулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Пострадавшим от пожара жителям улицы Литейная, 48, нужна помощь. Они нуждаются в материальной и любой иной поддержке. Напомним, пожар в этом доме произошел 29 августа. Пострадало 12 семей общей численностью более 30 человек. Все они на данный момент живут у родственников, но справиться с последствиями возгорания самостоятельно не могут. С таким обращением к населению сегодня выступили работники Акимата района имени Казбегби. Все сгорело, вся мебель сгорела, кровать, шифонер. В чем вы, вы бежали, в том остались все. Елена Гондюхина – одна из пострадавших владелец квартир. У нее вместо этих обшарпанных стен раньше был хороший ремонт. Когда начался пожар, они с сыном успели взять только документы. Сейчас живут у соседей. День у одного, второй у другого. Я сына разбудила, говорю, вставай, мы горим. Уже свет обрубился, света не было уже. Мы на ощупь, как говорится, так оделись, выскочили. Я еще говорю, документы. Он успел документы взять. Все, мы выскочили. Уже все соседи стояли, две пожарки уже было. Мы выскочили, уже соседи там, посередке началось. А от чего, я не знаю. Проводка вся целая стоит. Так что, я не знаю, или подожги нас. Такая же участь постигла жилье Мадата Алимова. Семья мужчины осталась на улице. С его слов, помощь им была оказана. Но тех вещей, которые собрали специалисты общества Красного полумесяца, недостаточно. Ведь нужно сначала восстановить квартиру. Мы все спали. Сначала пожары увидели соседи. Они вызвали пожарную, милицию. И нас возбудили. Ну, или разбудили. Хорошо, мы-то живы остались. Пожар, возникший в 4 утра, поднял на ноги 12 семей. 34 человек, в том числе 7 несовершеннолетних, остались без крова. Прибывшая на место возгорания служба пожаротушения работала до 9 утра. Силами личного состава до нашего населения доводится путем подворового, поквартирного обхода. Разъясняются элементарные правила пожарной безопасности, соблюдение, чтобы не допускать возникновения пожаров. Сейчас на месте пожара голые и обгорелые стены. Жителям нужна помощь. Вывезли 12 самосвалов мусора, обгоревших материалов. Дали объявление в средства массовой информации об оказании помощи жителям. Совместно с Обществом Красного Креста указали специальный счет. И в настоящее время работа у нас продолжается. Максимально, чем мы можем, мы стараемся помочь. Все, кто желает помочь пострадавшим от пожара, жителям 48-го дома улицы Литейная, могут переводить деньги на спецсчет, реквизиты которого вы видите на экране. Аймам Ренажа Сулам Акулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Отголоски из прошлого. В школе номер 16 поселка Актаз находится бомбоубежище. В нем, по словам руководства школы, может поместиться более 500 человек. О загадочном здании знают немногие. Сегодня наши корреспонденты попытались выяснить, что таит в себе это место. Более подробно Амина Смакова. Школа советского типа номер 16 построена еще в 58-м году. На первый взгляд учебное заведение кажется четырехэтажным. Но о том, что под зданием находится бомбоубежище, известно не всем. В большом подвале, говорит руководство, раньше даже были двери и люки. К слову, заместитель директора по воспитательной работе, будучи еще ученицей этой школы, помнит о том, какие легенды ходили про это место. В детстве мы на школьном дворе тут часто гуляли. Видели, что там у нас построены такие небольшие бетонные будки. И мы по своим легендам передавали, что есть там подземные входы, через которые можно проникнуть в наш этот подвал. Площадь подвала 700 квадратных метров. И вместить в себя он может соответственно. Много проходов в помещении, где-то низких и даже высоких. Убежище немного напоминает лабиринт. В школе есть три входа в подвал. Администрация предполагает, что если он был оборудован в качестве бомбоубежища, то значит должны быть выходы на задний двор улицы. Кроме того, ходят слухи, что убежище есть не только под школой, но и под самим поселком. Амина Смакова, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Карагандинцев призывают создать форму управления своими домами или объединяться в КСК. Со слов специалистов Акимата Казбекбийского района и компании «Теплотранзит», это позволит улучшить качество жизни каждой семьи. И к тому же оградить жителей от лишних хлопот с ремонтом и подготовкой зданий к отопительному сезону. В чем же плюсы самостоятельных форм управления и КСК, узнавал наш корреспондент Аима Амрина. Отопительный сезон не за горами. Поэтому работу форм управления и КСК мы решили проверить именно относительно их подготовки. Со слов председателя КСК Чингис Саули Ахметовой, к зиме они полностью готовы. Ее ведомство обслуживает 10 домов микрорайона Степной 4. Сейчас нареканий со стороны жителей нет. Поэтому о том, что КСК только ворует, нужно забыть, поясняет женщина. У нас есть ревизионная комиссия, которая каждый год проводит ревизию, проверяет все денежные средства. Отследить их очень легко, потому что они все поступают на расчетный счет. И все идет с расчетного счета, все оплаты. То есть мы оплачиваем подрядчикам, за материалы у нас безналом мы оплачиваем. И заработная плата тоже у нас перечисляется на карточки. Съемочная группа побывали и в подвалах домов, у которых есть КСК. Один из них по адресу Республики 18, блок номер 206, поразил своей чистотой. По словам жителей, еще буквально несколько лет назад здесь было невозможно ходить без резиновых сапог. Канализационная вода растекалась повсюду, вплоть до близлежащих дворов. Там у нас каждый день ЧП были, когда не было КСК. Обязательно надо было искать слесаря, чтобы он что-то делал. Сейчас проблем нету. Позвонил Игорь Степанович пришел сам или слесарь и все. Во всех домах, где мы побывали, подвалы действительно выглядят идеально. Элеваторные узлы совсем новые. Обход домов совершили специалисты Акимата Казбекбийского района и компании Теплотранзит. С их слов, работать с многоэтажками, где есть различные формы управления, проще, чем с бесхозными домами. Оттого недавно некоторые из последних пришлось отключить от теплосетей. Но урок пошел на пользу. Отрезанные от труб дома исправлять ситуацию начали на следующий день. В сегодняшний день общий процент готовности жилых домов в городе Караганде составляет 81,7%. Но еще достаточное количество домов никаким образом не готовится к отопительному сезону, хотя уже осталось у нас меньше месяца до начала отопительного сезона. Да, была такая негативная практика в свое время. У людей этот опыт остался, что вот у нас было КСК, они вот там разворовали и так далее. Такие вопросы тоже возникают, но на сегодняшний день в основном все КСК, они отчитываются. И здесь большая роль все-таки лежит еще на жителях. По словам специалистов, лучше один раз в месяц заплатить за услуги КСК из расчета 15 тенге за квадратный метр, чем потом искать нужного специалиста и тратить большие деньги. Сегодня без КСК и иных форм управления находится более 400 домов. Зачастую чрезвычайные ситуации происходят именно в них, поясняют специалисты. Отопительный сезон начнется 1 октября. Аймам Ленажа Сулам Акулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Ежегодно Всемирная ассоциация здравоохранения 28 июля отмечает День всемирной борьбы с вирусным гепатитом. В стране около 1000 пациентов с острым гепатитом и 6000 человек с хроническими заболеваниями. Областной центр здорового образа жизни провел семинар для специалистов стоматологического профиля на тему вирусного гепатита. Гепатит и борьба с этим заболеванием стала одной из тем семинара. Были представлены все виды вирусного гепатита и варианты борьбы с этим заболеванием. Люди, которые заболевают вирусными гепатитами В и С, не подозревая о том, что они являются носителями этой инфекции, передают другим людям. Большинство людей с гепатитами В и С подвергаются риску развития тяжелой хронической инфекции, болезни печени. Республиканская акция солидарности АСАР проходит в Караганде. В этот раз состоялась встреча чествования тружеников тыла и ветеранов труда. Этот год для Казахстана знаменательный. Мы празднуем 70-летие Великой Победы, 550-летие Казахского ханства, 20-летие Конституции Республики Казахстан и 20-летие Ассамблеи народа Казахстана. Большие исторические даты остаются в памяти народа через ветеранов, через их память. Сегодня не просто чествование ветеранов. Сегодня встретились волонтеры и их подопечные. Представители молодежного крылажа «Сатан» решили совместно с руководством Карагандинского областного секретариата Ассамблеи народа Казахстана сделать праздник ветеранам. Из прошлого рождается будущее. В рамках этих мероприятий проводятся большие масштабные мероприятия по всей стране и в Карагандинской области. И в этом ключе Фонд Ассамблеи народа Казахстана при поддержке Министерства культуры и спорта проводит республиканскую акцию социальной солидарности АСАР. Цель этого мероприятия прежде всего – помощь и поддержка всех наших ветеранов, оказание помощи в решении социально-бытовых вопросов. Карагандинская молодежь сняла социальный фильм о подростках. В сентябре юные актеры и режиссеры планируют показать фильм во всех школах города. Фильм повествует о тех, кто не имеет своего дома, кто вынужден каждый день скитаться в поисках пищи, о тех, кто не находит понимания у окружающих. В этом социальном кино отражены две стороны медали – те, кто имеет все и те, у кого ничего нет. Фильм был снят за две недели. Монтировали, снимали и играли в нем участники детского дворового клуба «Мирас». Мы решили снять социальный ролик, направленный на молодежь, показать какие-то наши проблемы, недостатки, сравнить отрицательные, положительные наши стороны и донести это все до наших родителей, до наших дедушек, бабушек, чтобы показать, что мы не настолько плохи и мы достойное поколение. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова